Всем привет! Вы на канале MyGadget, меня зовут Денис, и если вы хотите, чтобы в вашей жизни было все гладко, я предлагаю начать с лица. Сегодня я расскажу вам, как выбрать современную электробритву, чтобы срезать под корень щетину или поддерживать бороду в форме. Сегодня будет необычный выпуск. Я впервые буду в кадре не один. У меня появилась соведущая. Встречайте, Polaris Pivot Touch 4D Pro. С ней мне будет гораздо проще показать вам, что к чему. Привет, красотка. Одна здесь стоишь. Итак, 10 советов, которые помогут вам выбрать достойную модель и избавляться даже от самых маленьких волосков. Погнали. Совет номер один. Определитесь с системой бритья. И здесь вопрос становится остро. Сетка или головка? Электробритвы бывают сеточные и роторные. И в этом их принципиальное отличие. У сеточной модели вибрирующие лезвия прячутся за прямоугольной сеткой и не контактируют, ну, напрямую с кожей. То есть волоски попадают за сетку, а там их поджидают вибрирующие лезвия. Да, звучит жутковато, но большинство таких моделей прекрасно справляются с длинной щетиной. Да и бритье на самом деле похоже на бритье обычным станком. Но по времени получается дольше, чем хотелось бы. Это минус. Как считаешь? Спасибо за ответ. Ты молодец. Роторные электробритвы. И это совершенно другая история. У них несколько круглых бритвенных головок. И в этом есть, ну, знаете, что такое магическое, волшебное? Потому что каждая это диск с лезвием, который вращается, повторяет контуры лица и срезает растительность на нем. Подходит даже для грубой или густой щетины. Ну, и для густой и грубой щетины тоже. У сеточных моделей бреющий модуль хоть и вибрирует, но может двигаться только в одной плоскости. То есть, если вы хотите увидеть в зеркале гладко выбритое лицо, то, скорее всего, а возможно, и точно придется брить против роста щетины. То есть, вот так. Плавающие роторные головки срезают волоски под самый корешок, потому что нет никакой сетки. Лезвия по кругу каждой такой головки вращаются независимо друг от друга и сбривают щетинки под любым углом на каждом миллиметре кожи. В идеале эти кольца с лезвиями должны быть супер гладкими, комфортными для лица и беспощадными для щетины. Совет номер три. Посчитайте бритвенные секции. Количество роторных головок как бы намекает на качество и скорость бритья. Их может быть и две, а может быть и восемь. От этого зависит рабочая площадь и вес бритвы. Если их, например, шесть, семь или восемь, то такая модель сможет легко сделать на вашей голове прическу в стиле Федора Бондарчука или Вин Дизеля. На самом деле для лица идеально подходят три плавающие головки. Этого достаточно для достижения нужного вам результата. Совет номер четыре. Решите вам с водой или без. Есть электробритвы для сухого бритья. То есть никакой воды и брутальной мужской косметики. Все четко, сухо и без лишних любезностей. Ну, вот так это объясним. То есть это идеально подходит для тех, кому, ну, важненько, быстро сбрил и пошел по своим делам. Ну, а есть бритвы для влажного бритья. С ними хоть пенку, хоть гель. Можно все. Чувствительная сухая кожа такому варианту скажет спасибо. Потому что она будет лучше подготовлена к бритью. Да, в принципе, и все. И будет меньше травмироваться. А это, мне кажется, очень важно. Но вообще идеальный вариант универсальная электробритва. Универсальная, значит, она подходит и для влажного бритья, и для сухого бритья. Ну, в зависимости от того, что вы предпочитаете. Совет номер пять. Триммер лишним не бывает. Если у электробритвы есть стройный триммер, то вы можете не просто сбривать бороду, но и доводить ее форму до совершенства. Или можно с помощью него подровнять усы, чтобы они стали предметом зависти у мужчин и восторга у женщин. Также триммер поможет вам поработать с линией висков или затылка. А сейчас будет серьезный совет. Уважаемые зрители, совет номер шесть. Следите за питанием. Если электробритва работает от сети, у нее есть определенный плюс. Не придется следить за уровнем заряда. Да, такого не произойдет, что вы бреете одну сторону, а на вторую не хватило заряда. Да, но придется все время следить. Во-первых, чтобы была розетка рядом, если вы находитесь в каком-то другом месте. Ну и четко рассчитывать, чтобы длины шнура хватило, чтобы вы могли с этой бритвы подойти к зеркалу. Ну, то есть и плюсы, и минусы. Другое дело аккумулятор. С ним можно бриться где угодно. Дома, на работе, в командировке, не знаю, в путешествии. В общем, в любом месте, где вам неожиданно нужно или можно побриться. Главное, не прохлопать тот момент, когда вот-вот заряд закончится. Надо за этим следить и вовремя бритву подзаряжать. Есть даже модели, которые работают от батареек. Но мы не будем особо о них рассказывать, потому что это вообще какие-то примитивные модели. Батарейки это отстой. Но мы это упомянули, никто не обиделся. Идеально, самый идеальный вариант, это гибридные. Ну, то есть, когда электробритва предоставляет вам выбор. И работать от аккумулятора, и работать от сети. Особенно это актуально, когда заряд кончился, и ты можешь в любой момент подключиться в розеточку и добриться где, ну, не добрил. Поэтому ищем универсал. Совет номер семь. Узнайте время. Ну, конечно же, мы говорим про время работы. То есть, одни электробритвы работают на аккумуляторе, не знаю, долго, другие нет. Одни работают 30 минут, другие 600 минут. Но это, естественно, влияет на стоимость бритвы. Ну, чтобы не переплачивать за мнимое преимущество, потому что, понятное дело, что 600 минут нам нафиг не надо, ну, и не бегать каждые 30-20 минут к розетке, проверьте, ну, качество аккумулятора, точнее, его емкость. Оптимальный вариант это так, чтобы бритва работала час-два. Это идеалити. Но и это еще не все. Есть же еще время зарядки. То есть, есть модели, которые заряжаются очень быстро, есть, которые очень медленно. То есть, это может либо радовать, либо бесить. Вот такая вот невероятная философия. Мне больше всего нравятся модели с функцией быстрой зарядки, потому что есть модели, которые заряжаются 8 или 16 часов, но это, ну, перебор. Сидеть с полу щетины и ждать, пока она зарядится. Классный вариант, когда можно за 5 минут зарядить бритву так, чтобы хватило ровно на одно бритье. Идеально. Но, в принципе, просто не забывайте про этот важный параметр. Совет номер 8. Убедитесь, что есть индикация. Если у электро-бритвы есть дисплей с индикацией, то вы нашли практически настоящее сокровище. Потому что на этом дисплее виден уровень заряда аккумулятора. И вы сможете вовремя поймать тот момент, когда необходимо бритву подзарядить. Ну, некоторые бритвы, на самом деле, даже предупреждают о том моменте, когда, типа, хозяин, меня пора поставить на зарядку. А еще некоторые предупреждают о том моменте, когда пора уже почистить бреющий модуль. А еще классно, когда есть защита от случайного включения. Так вы точно будете знать, что ваша бритва случайно не включится, например, в чемодане. И оттуда не будут слышны какие-то вибрирующие звуки. А потом вы хрен докажете, что это бритва. Ну, где-нибудь на таможне. Совет номер 9. За роторными электробритвами проще ухаживать. В сеточных моделях важно специально щеткой чистить лезвие и сетку. Да, у некоторых брендов достаточно только воды. Но это исключение. И я хочу уточнить, что чистить электробритву нужно после каждого бритья. Убирать волоски, пылинки и прочий ненужный мусор. С роторными моделями все обстоит еще проще. Просто открываете бритвенный блок и чистите его. Если ваша электробритва подходит для влажного бритья, то вообще можно не париться. Да потому что берете и просто роторные головки с лезвиями моете построй воды. Все. Элементарщина. Тратите на это, не знаю, минуту своей жизни. Совет под номером 10. Выберите оптимальный вариант. Я тут подумал и решил вам немножко помочь. Ну, слушайте, вы что сейчас будете метаться между маркетплейсами, искать эту самую электробритву, метаться, сравнивать, мучиться, читать отзывы. А все это время рядом со мной была одна. Это дерзкая, наглая, игривая девчоночка. Иди сюда. Ведь она сочетает в себе все плюсы, о которых мы говорили чуть ранее. А главное, ее цена не подорвет ваш семейный бюджет. Давайте знакомиться с ней чуть ближе. Электрическая бритва Polaris Pivot Touch 4D Pro. Цена на момент записи видео 6420 рублей. Сейчас покажу и расскажу, чем мне нравится конкретно эта модель мощностью 8 Вт. У нее три плавающие роторные головки Pro 5 Blades. Высокоточечные двойные лезвия с технологией износа стойкости Long Shave Expert от Polaris. То есть щетине не спрятаться и не скрыться. Причем кольца роторных головок супер гладкие, как лицо после бритья. Никаких волосков, шрамов и микротрам. Да, шрамы, конечно, украшают мужчин. Но бог красоты создал Pivot Touch не для этого. 4D-система повторения контуров лица означает, что нужно просто включить бритву нажатием кнопки, держать бреющий модуль под углом 90 градусов кожи и вводить его туда-сюда, чтобы избавиться от щетины. Лезвия чисто сработают, независимо от того, в какую сторону растут волоски. Можно использовать как для сухого, так и для влажного бритья. Единственное, мой совет вам, бритья нам, как братанам, только бритья нам. В общем, если вы используете ее для сухого бритья, я вам советую использовать специальный крем после бритья, чтобы точно избежать раздражения на всякий случай. Если вы используете ее для влажного бритья, то наплевать, хоть пена, хоть гель, что вам нравится, главное, чтобы вам было комфортно. Когда в зеркале на вас будет смотреть ухоженное гладковыбритое лицо, просто промойте роторные головки под проточной водой. Плавающие они, кстати, не поэтому, а потому что вращаются независимо друг от друга. Работает Polaris от сети и от аккумулятора, но хочу предупредить, что нельзя и очень опасно бриться влажным способом, когда гаджет работает от провода. Он, кстати, здесь 1,2 метра. Адаптер питания тоже в комплекте. Полностью эта электробритва заряжается ровно за 1 час, а 5 минут зарядки у розетки хватает, чтобы набраться сил для одного бритья. Ну, если вдруг резко надо побриться, либо добриться, всякое бывает. Полного заряда хватает на 120 минут работы. А это очень крутой результат. Цифровой дисплей на корпусе показывает процент заряда или момент, когда пора подключать pivot touch к розетке. Значок в виде крана с водой говорит о том, что нужно почистить бреющий модуль. А символ в виде замочка – это защита от включения в дороге. Чтобы активировать эту функцию, достаточно 3 секунды удерживать кнопку включения. А чтобы снять блокировку, нужно просто повторить то же самое. Есть встроенный триммер, поэтому можно работать над идеальной формой бороды и четкостью линий. В комплекте сумка для хранения, так что электробритву легко возить с собой, чтобы выглядеть ухоженным в любой поездке. В общем, сплошные плюсы, но минус здесь только один – это минус щетина на вашем лице. Ссылка на эту модель уже ждет вас в описании. Надеюсь, проблем с выбором электробритвы у вас больше не будет. Ведь мы для вас нашли оптимальный, великолепнейший вариант. Вот. Кстати, пишите в комментариях, как вам моя невероятная соведущая. Это был канал MyGadget. Не забудьте подписаться на нас, чтобы не пропустить новые видосики, а они у нас все супер. Поставить лайк, написать комментарий. В общем, вы и так все знаете, что нужно делать. Меня зовут Денис. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok